Совершенно очевидно, что пребывание евреев под властью Христиан, порядка двух тысяч лет, а также под властью мусульман, несколько меньше Потребовало от евреев соответствующее развитие, противостояние всего человека Жили они под этой властью Поэтому об этом надо говорить, на мой взгляд Обязательно говоря уже о том, что я решительный противник И даже вообще ругаюсь по поводу Абрамов, не помнящих родства Человек, не помня, не знающий еврейской истории Мне кажется, именно таким Абрамом, не помнящим родства Но дело не столько даже в истории Потому что по истории можно говорить долго, красиво, интересно Дело в том, что вот эта самая тема иудаизма, христианства В ней жуткое количество наворочено всякой чепухи Начать с того, что ну а чего, христианство тоже еврейская религия И Христос был евреем, апостолом Это страшно, чтобы начали расчистить Нет, я думаю, что не страшно Вроде бы на 7 часов надо начать Тогда можно, да, до 7 часов можно за вопрос? Да, конечно, можно Да, давайте Давайте Можно на второй части? Не, не, не Те, кто опоздал, я сообщаю, у нас первой части нет из-за болезни Сокращена она была А давайте тогда я скажу по первой части, хотите? Значит, есть у меня любимая... Нет, нет, этого здесь вы не найдете Я не про туру Это в пророках Есть у меня любимая... И не злосло, и начальника в народе своем Мы поклинаем Не надо, не хорошо Чтобы вы знали, на всякий случай, как нужно себе Значит, какое слово там для начальника используется? Носить Извините, не начальники Министры? Нет, это князья, это природные Это в данном случае главы колен То есть... К нас это лучше не трогать Не выборные Это так Не выборные А кто у нас? У нас нет сегодня такого аналога Кто бы по рождению занимал бы долго Нет, конечно Нет, нет Не среди религиозных Нет, ну среди религиозных Значит, я хотел бы сказать не об этом А вещи, которые мне кажутся куда более важны, чем вот перечисленные здесь законы Они очень важны, но очень трудно переводить на современность Например, запрет Это самое Как вести себя с рабом евреем Ну, нету Раба еврея нету Называть там кого-то рабом евреем Можно, конечно Но это будет сильная натяжка А вот тут я хочу обратить ваше внимание на одно очень сложное место у пророка Михи Место, которое я очень люблю и к которому первую иллюстрацию я сделал более 30 лет тому назад На русском она звучит так Сказано тебе, человек, что хорошо и что Господь требует от тебя Любить милосердие Творить правосудие И смиренно идти с Богом твоим Это кто? Это чем? Это мы чего-то забили Это что, это ты? Это пожарный Юля, это ты в ключе? Нет, это там Да, ну хорошо Супер Кто-то утащил Значит, дело в том Что вы врите Это будет звучать И тут начинается масса всяких сложностей Для большинства из которых я, к сожалению, не нашел классических комментариев Дело в том, что хэсет это не милосердие Это милость Значит, хотел бы я пояснить Это я же вы задаете вопрос, как профессор на студенту, который говорит, что только вчера еще знал, что такое электричество Студенту советую, вспомните, молодой человек Наука вам будет очень благодавна Разница между хэсет и рахамин Несомненно есть Очень грубо Очень грубо Хэсет это не безграничная милость Милость Бога Рахамин это милосердие С которым рассматривается Которое уже связано С справедливостью и прочее Вот Тем не менее Господь называется Атрибутами Господа являются хэсет и рахамин То есть разделение очень трудное Вот Второе идет И вот тут начинается Пророк Миха не мог требовать от нормального человека Напоминаю, что сказано тебе человек Не судья Не князь Пророк Миха не мог требовать от нормального человека Творить правосудие Более того Еврейские мудрецы Ужасно не любили быть судьями Им приходилось Они это Сопротивлялись когда могли Ну и по необходимости были Но Считали, что это крайне опасная вещь Вот А почему? А потому что они говорили Как я могу судить Детей Бога Бог их должен судить Земной суд Суд всегда будет отклонением По сравнению с судом небесным Это, так сказать, бесконечное приближение Вот когда-то И ошибка в суде Рассматривается как страшный грех Вот Значит, то есть Не мог пророк Миха требовать от людей Чтобы каждый из них был бы суден Не говоря уже о том, что если бы такое произошло Мало бы нам не показалось Значит А дальше идет И смиренно идти С Богом твоим Ну, во-первых, с Богом твоим Уже предполагает Твое понимание Бога Естественно, пророк Миха Ему и в голову не могло прийти Что У каждого еврея есть свой Бог Такого он допустить не мог Значит, свое понимание Да Может быть Вот У него этот вот термин ЛГХ еще раз повторяется В книге Миха Вообще, книга необычайно интересная Очень советую внимательно прочесть Вот Далее Ну, мы знаем, что такое цниют Вот Если вы зайдете В ультра-оркотексальный квартал То там вы увидите призывы к цниюту То есть Чтобы, значит, вот Рук голых не было Ног голых не было И прочих голых мест Шапочку одет Вот Нет, шапочку не требуют Это вы бросите Ну, так Так цниют по-русски Цниют скромность Значит Поэтому в современном иврите Цниют скромность И более того Значит Оркотексальный комментатор Причем достаточно ранний Несовременный Значит Объясняя, почему Если бы тара не была дана Людям, Богом Они бы научились ею живот Там переселяются у кого чему Говорится Цниют у кошки Значит Вот Откуда у кошки цниют А вот она Когда испражняется Она зарывает Зарывает она Это не из соображений цниюта А есть чисто такие важные Биологические соображения И вообще Сводить цниют К естественным отправлениям Это будет ошибка Есть довольно развернутые Комментарии Объясняющие Что цниют Предполагает Ощущение Постоянное ощущение Присутствия Бога Ты стоишь перед его глазами Перед твоим Богом Так как ты его Понимаешь И Поведение То что называется С достоинством На этот счет Коты По-моему Чемпионы Достоинства у них Трудно определить Очень много Как раз они не терпят Фамильярности Да Вот Иногда даже чересчур Как говорил опять же Любимый мною Черчилль Кошка смотрит на нас Сверху вниз Собака снизу вверх И только с меня Смотрит на нас по-равному На том же уровне На рамках Значит ну Оставляю это в стороне Уинсена Черчилля И все прочее Значит все таки Вот если мы захотим Связать все Эти три требования Они очень важны И в Талмуде Даже говорилось Что там Дело в том Что При всей важности Всех 613 Заповедей Было очень серьезное Желание как-то В общем свести К минимуму И там приводятся Они в длинные цитаты Я ее не помню Но говорит Что пророк Михас Вел к трем заповедям Вот они Значит Любить Агават Кэсет Ласот Мишпат Гацнел Алекхат Имилагах Значит Вот если они Предположить Что они объединены А это будет Достаточно естественно То выглядеть Будет так Что человек Постоянно Должен Рассматривать Себя Как Стоящего Перед судом Бога Очень нервная жизнь Получается Как говорили Наши бабушки Шварцу Зайна Что не попишешь Вот Я думаю Что не очень Я же это Нервная Понимаете В чем дело Когда вы Появитесь На обычном Суде Вы можете Нервничать По поводу того Что вас не поймут Предполагать Что Господь Вас не поймет Извините Поймет Вы можете Это ты Вызывай Вы можете Вот потому и нервничать Вы можете Нервничать От того Что у вас будут Подозрения Что судья Будет Пристрастен Видно Господу Это как вы понимаете Не работает Более того Вдумайтесь Что Господь Лично Рассматривает Вас Вот это Говорим же Богу виднее Да Богу видит Да Значит Ну я думаю Что вот Если кто-то Захочет Посмотреть Это все Внимательно Очень советую Книга Михи Очень интересная Вот Если кто-то Что-то найдет Чего я не нашел Скажите Значит Да Сейчас 1857 И я могу Перейти К теме Моей лекции Это мы Уполнение Закончили Да Вообще говоря Леосотный шпат Миха наверное Имел ввиду Анализировать Свои поступки Судить себя Совершенно верно Да Да Совершенно верно Еще есть вопросы Или мы можем Перейти Причем не просто Судить себя Вы правильно Сказали Судить себя С учетом Любви к милости И с учетом Остальное И суда Да То есть Воспринимать Нечто Единое Целое Так Ну а теперь Я перехожу К теме Моего сообщения Я уже начал Говорить Значит Это часть Цикла Проекта Я не знаю Как правильно Это называть Программы Называемой Становление Еврейского народа И общества Значит Еврейский народ Менялся И до Новой эры Он в общем-то В основном Менялся Здесь На этой земле А дальше Ему приходило И Дальше ему Приходилось Меняться На чужой земле И под чужой Властью И Среди людей Нелюбящих Евреев В качестве Аргумента Того Что никакой Еврейской Нации Нет И быть Не может Выдвигается Такой Все народы Древности Исчезли Были там Филистимляне Аммонитяне Нету В Библии Массы Гречеси Ну как остались То есть Вот аргумент Почему-то Сука в танке Не сгорел Он как-то Очень актуален Среди Так сказать Антиеврейской Пропаганды Значит И действительно Это Очень Интересный Феномен Как Евреям Удалось Находясь Под чужой И Не очень Дружественной Мягко говоря Властью Не только Сохранить Себя Но И обеспечить Дальнейшее Развитие Значит Я буду В основном Рассматривать Эпоху Которая Называется Эпохой Веры Хотя Переход Эта эпоха В разных Странах Она по-разному Если где-нибудь Западной Европе Она кончается В 17 Веке То в России Она Несколько Задержалась Итак Я решил Подумав Не знаю правильно Или нет Что сделать Надо мне Будет Три лекции Евреи Под властью Христиан Евреи Под властью Мусульман А третья Структура Еврейского Общества Средние века Сложившиеся Значит Вторая лекция Будет 24 февраля Третья Будет 31 марта Будут Объявления Все Так сказать Как обычно Та же тема Появлено Под властью Христиан Под властью Мусульман Значит Итак Значит В новой эре Когда считается Возникло Христианство Еврейство Уже Успело Заложить Основы Того Что Называется Равинистическим Иудаизмом Основой Этого Равинистического Иудаизма Является Знание И При этом Разумеется Знание Совершенно Обязательное Развивающееся Расширяющееся Заложено Еще до Новой эры Ну Школы Гилеля Ишамо Дискуссиями Со всем Прочим При этом Неизбежно Должно Было Возникнуть Противоречие Между Носителями Этого Знания Что Называется Мудрецами И Народом Амгарец Этому Я посвятил Специальную Работу Которую Называются Мудрецы Простонародья Вот Она есть В интернете Любой Может Прочесть Может Я как-нибудь Соберусь И книжечку Такую Сделаю Самоздатовскую В общем Пока Из нее Кое-что Буду Цитировать Значит Надо сказать Что Вот это Вот Противостояние Носителей Знания И Как говорят Сейчас Широких Масс Трудящихся Оно было Не только У нас Оно было И в эллинизме Несомненно Но Было Одно Очень Важное На мой взгляд Отличие То есть До меня Это Очень Хорошо Описал Ковельман Это Московский Профессор Который Написал Книгу Толпа И мудрецы Толмуда Она есть В библиотеке И в которой Он говорит Вместе С философами Они То есть Еврейские Мудрецы Видели В толпе Стадо В отличие От них Усматривали В себе Пастухов Отношения Пастыря И паства Наложили Печать На путь Мудреца И на облик Толпы На месте Равнодушия К молве Гласность Лишающая Слухи Пищи На месте Бегства Толпы Отеческая Забота О ней Ну Это все Очень хорошо И красиво Звучит Но Имеется Многочисленные Свидетельства Того Что Амгаарец Мудрецов Ненавидели Я не буду Их приводить Сейчас Жалко Времени Это же В этой Моей работе Они есть Вот А мудрецы В свою очередь Проявляли По отношению К ним Слошь и рядом Недопустимая Высокомерие Что Почему А Они Всегда Что-то Требовали Они Говорили Вот Этого Не ешь Это Нечистое И Вообще Да Ты Вот Как С женой Живешь А Вот Надо Так Вот Ты Когда Празднуешь Тесов И Как Надо Вот Так Так И Так Вот Незнакомый С таким Феноменом Как Ненависть Учеников К Учителю Бывает Ярко Говорят Вот Значит Вот Эти Вот Ненависть Между Амгаары Цемудрецами Была Блистательно Использована Зарождающимся Христианством Откуда Это Видно Это Видно Из Евангелия Евангелия От Матфея Горе Вам Книжники Фарисеи Лицемеры Что Уподобляются Окрашенным Гробам Которые Снаружи Кажутся Красивыми А Внутри Полны Костей Мертвых И Всякой Нечистоты Так Фарисеи И Книжники Кто такие Фарисеи Перушим Это В общем Главное Направление Иудаизма К тому Времени Роль Саддуки Уже Была Значительно Меньше Они Сплошь Рядом Сами Консультировались У Перушим У фарисеев Относительно Вопросов Ритуала Теологических И прочее Ну Так Возможно Там Какие-то Были Свои Политические Завихрения Которые Позволяли Ненавидеть Этих Самых Перушим А Книжников За что Софрим Ну Кто такие Софрим В современном Иврите Софер Сталом Пишет Танах Креписывает Естественно Вот Тогда Это было Несколько Более Широко Разумеется Они писали Религиозную Литературу Они были Грамотными Людьми Но поскольку Они были Еще Грамотными То Они Еще Писали Всякого Рода Юридические Документы Прошения Сунки Чего-нибудь Еще Там Вот Они Обучали Детей Письмо И чтением И чтением И иногда Выполняли Разные Административные Функции Требующие Грамотности Чего Что Кстати Вот Последнее Не очень Одобрялось То есть Известен Случай Когда Глава Санедрина Должен был Оставить Пост Потому что Принял Административный Пост То есть Не должны Были Солещать Государственные Нет А как Прошение Да Не Государственные Нет Пожалуйста Прошение Да Но не Решать Не Властвовать Вот Значит В краткой Еврейской Энциклопедии Которая Опять же Здесь Есть В восьмом Томе Говорится Что В результате Деятельности Софрим Тара Перестала Быть Исключительно Достоянием Священников И левитов То есть Она Пошла В массы А вот Массы Не всегда Этого хотели Это слишком Было сложно Обременительно И вот Таким образом Вот эти Выпады Евангелия Не только Евангелия От Матфе Против Фарисеев И книжников Были Бунтом Простонародья Против Авторитета Еврейских Мудрецов Надо Сказать Что Это видно Не только Из приведенной Мною цитаты Но и В противопоставления В русском Русском культе Еродиевых Уж куда Дальше В западной Легенде О великом Простице Парсифале И в культе Всякого рода Отшельников Столпников И тому Удобное То есть Людей Не обремененных Знания Но Святых Вот Это Вот Святая Простота Санктосимплицица По латыни Эти слова Были Произнесены Яном Гусом На костре Когда Он увидел Молящуюся Старушку Подкладывающую Дровишки В его Костер Вот Значит Это Явление Далеко Выходящее За Рамки Эпохи Веры За рамки Религии Вообще-то Христианская Ученость Развивалась Несмотря На это Самое Заявление Точно Так же Христианское Накопление Христианской Церкви Богатства Развивалось Несмотря На Заявление Что Вообще Скорее Верблюд Пройдет Через Игольное Ушко Чем Богатый Войдет Царствие Небесное Но Она Развивалась Включительно Среди Священников Прилатов Монахов Не Среди Мирян Мирянам Она была Практически Запрещена Об этом Я немножко Скажу Позже Насколько Была Комфортна Эта Ситуация Для тех Христиан Которые Любили Знания И стремились К нему Видно Из цитаты Пожалуй Самого Знаменитого Человека Средневековья Самого Во всяком случае Светоча Средневековья Гуманиста Гуманиста Размора Тердамского Учителя Императора Карла Пятого Учителя Короля Генриха Восьмого Кумира Того Времени Он написал Книжку Которая Называется Похвала Глупость Она переведена На русский Язык Думаю Что есть Здесь Библиотеки В которой Среди прочего Говорит Христос Восхваляет Бога Скрывшего Тайну Спасения От мудрых И открывшего Ее Малым Сим Иначе Говоря Глупым Ибо В греческом Подлиннике Размор Тердамский Значит Подлинник Смотрит Естественно Евангелие Только на греческом Говорят Что матка И был На арамейском Не сохранилось В греческом Подлиннике В малых Сих Стоит Неразумные Кои Противополагаются Мудрецам Подобным же образом Надо толковать И то Что Христос В Евангелии Повсюду Обличает Фарисеев Книжников И законников Но заботится И печется О невежественной Толпе Что иное Означают Слова Горе вам Книжники И фарисей Если не горе вам Мудрый Так что Это так сказать Не то что я пытаюсь Клеветать На христианскую веру Это пишет Благочестивый христианин Размар Баттердамский Вот Который далее Говорит Пишет Вернее Не зарываясь Бесчисленные Подробности Скажу Кратко Скажу Кратко Что христианская вера По-видимому Сродни Некоему Виду Глупости И с мудростью Совершенно Несовместима Как он при этом Избежал Доказания Это отдельный вопрос Но слишком Сильные связи Учитель Императора Империи В которой не заходит Солнце Много Сожжен Что? Посмел Перемисеть Ну За ересь Вот Значит Как вы знаете Мы евреи Обязательно Чтение Вторых Танат Значит Вот у нас там Вот Яша тут рассказывал Недельную главу Я там тоже Что-то говорил Это между прочим Обязанность Вообще Раз в неделю Читают Синагоги Более Болевочистивые Евреи Читают Три раза В неделю С комментариями Ну это Отдельный вопрос Но это было Всегда Обязательным Изучение Тары А у христиан Наоборот Значит В течение Многих Веков Католических И православная Церковь Из кожи Вон Лезли Чтобы Не допустить Мирян К Библии Значит Патолическая Библия Была На латыни Естественно Все Естественно Что Население Европы Которые Латыни Как правило Не знала Ну Оно Что-то Такое Там Слышала Во время Службы Что-то Может Даже И понимала Вот Ну Читать Самим Да ни в коем Случай Русская Православная Церковь Это Церковно Славянская Библия Вот При этом Значит Очень хорошо Сказал Нежно Любимый Мноя Лесков Который В своем Рассказе Однодум Написал Что На Руси Все Православные Знают Что Кто Библию Прочитал И до Христа Дочитался С того Резонных Поступков Строго Спрашивать Нельзя Вот Значит Я не буду Тут входить Во всей Тонкости Но 1791 Году Это уже Век Знания Испанский Инквизитор Вилья Нуэва Писал Торвение С которым Святой Престол Старался Изъять Текст Библии Из рук Простого Народа Хорошо Известно В результате Тот же Самый Народ Который Раньше Стремился К ней Теперь Смотрит На нее С ужасом И отвращением Многим Она Безразлична И большинство Ее Не знает Это относится К старому Зарезу Нет Библия 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 Правильно Так она На латыни Была Вся Или на церковно-славянском Чего читали В России В России Читали Какие-нибудь Истории Чити Мине Это Историю Жития Святых Это пожалуйста Тоже кстати На церковно-славянском Псалтырь Да Читали На церковно-славянском Опять же И псалтырь был переведен На русский Ну это Значит Когда Ушколь зашел вопрос Что в России В конце 1824 Начале 1925 Годов 19 век Уже Отпечатанный Русский перевод Пятикнижия Со Старославянского Был Сожжен Это Времена Либеральная Синовь Сравнительно Во второй половине В середине Точнее 19 века Протеерей Павловский Решил Для своих Студентов Отпечатать Ограниченным Тиражом Литографированное Издание Перевод Чтобы понимали Значит Перевод Был уничтожен Сам Павловский Был отстранен Должность Это Вторая половина 19 века Он преподавал Духовный Семинар Конечно Он был Петербургской Духовной Академией Что По старославянскому Нет Они учили Основательно Они учили Греческий Они учили Латынь Они даже могли Учить Иврит То есть Древнееврейский Вот Кем за Павловским По-моему Составлен Вечерник Может быть Простите А у вас Школа Законного Рука Что они преподавали Школа Законного Гужьего Естественно Преподавалась Библия На церковно-славянском Конечно Просто нельзя было Переводить на русский Да Дело в том Что недавно Несколько лет тому назад Я видел передачу По русскому телевидению Где была дискуссия Надо ли вообще Сейчас Применять службу Службу по-прежнему На церковной славянской И выступали многие Говорили Священник Говорили Зачем? Кому это нужно? Это так красиво Это так торжественно Но с другой стороны Когда с Севрита Перевели Библию Позже Я скажу В переводе С Библии Севрита Это было позже Значит Христиане Севрита То есть Католики Православные Библию Севрита В средние века Не переводили Значит Обращу внимание Еще на одну Важную детальку Христианской церкви Принцип Вне церкви Нет спасения Он играл Особенно большую роль То есть Кого-нибудь Еврей Мог усомниться В том или ином Варианте Загробного Воздаяния Тем более Что их было много У нас нету Единого Католик Усомнившийся В Чистилище Подлежал Сожжению Значит Вот это Вот самое Нет Спасение Вне церкви Оно Интересным Очень образом Перешло Из эпохи Веры В эпоху Знамя В наше время Церковь Заменена Вождями Партиями И так Государством И так далее То есть Я все время Хочу подчеркнуть Что Мы рассматриваем Не только И не столько Историю Сколько Некую Традицию Значит Что Могли ли Евреи Принять Это Ну конечно Нет Потому что Для евреев Вот как Пишет Штайнзальц Есть очень Неплохая Книжка Интересная Штайнзальц Эфин Кунгенштейна Социология Невежества Он пишет Что во все времена Оставалась Всеобщая Обязанность Учить Тару И представление Об этой обязанности Делается Все более и более Четким От поколения К поколению Вот С самого начала Вот Такое Противостояние Значит Хочу обратить Внимание На еще Одну важную Деталь Что Уже В Евангелии От Матфея Еврейский Народ Обвиняется В Убийстве Христа Значит Ну Пилат Умывает Руки Говорит Что он Невинен В крови Этого Праведника А Собравшиеся Евреи Кричат И отвечая Весь народ Сказал Кровь Его на нас И на Детях Наших Возьмите Евангелие Значит И вот Первые века Когда Еврейство Признанная Религия Разрешенная За исключением Там Несколько Лет гонения Императора Адриана А христианство Сомнительная И даже Запрещенная Секта Христиан Убивают Бросают И вам Там Мы Всячески Преследуем Не Евреев Больше Не было Что Что Это Все Внутри Евреев Что Он Это Сказал Паша До 2017 Года Не Ерунда Это Апостол Павел Не проповедовал В Иудее Ваш Тезка Вот Он Был Еврей Это Верно Он Был Хрисей Сын Хрисей Сауль Да Сауль Вот Значит Но Проповедовал Он Не Евреев И Более Того Его Нововведение Что Язычник Не Может Быть Хорошим Христианином Не Соблюдая Еврейских Заповедей Сыграло Решающую Роль Но Все Новохристиане Которых Он Обрел Это Были В основном Греко Язычная Публика Да Конечно Как-то Тяготеющая К иудаизму Помимо Так сказать Еврейства Существовала Огромная Вообще Оболочка Боящихся Богом Которые Иудаизм Не принимали Но Интересовались Что-то Знали Да Что-то Знали Вот Он Среди Них Проповедовал Да Что-то Не так Было Вот И Вот В этот Период Когда В общем-то Евреи На христиан Практически Не обращают Внимания Начинаются Бешенные Атаки Отцов Христианства На Иудаизм Соратник Того же Апостола Павла Варнава Писал Я прошу Вас Быть Внимательными К себе И не Уподобляться Тем Которые Умножают Грехи Свои И говорят Завет Иудеев Есть И наш Он Только Наш Потому Что Они Потеряли Навсегда То Что Получил Моисей Новый Израиль Да Епископ Антиохи Игнациус Живший С 306 По 108 Год Писал Отвратительно Говорить Об Иисусе Христе И практиковать Иудаизм Ибо Христианство Не основывает Свою Веру На Иудаизм Но Иудаизм На Христианстве Вот Так Мученик Юстин Задавший Жизнь За Веру Живший Со 100 По 165 Год Беседуя С иудеем Убил И Наследует Что Убил И Наследует Да Не Они Еще Не Убили Рома Не Торопитесь Они Так И Не Смогли Убить К Счастью Вот Обращаясь К иудею Трифону Провозглашаю Еврейские Священные Писания Не Принадлежат Вам Они Наши А Один Из Отцов Церкви Очень Почитаем Ориген Это Уже 1825 254 Год Но Все равно Еще Времена Когда Христианство Не Признано Римской Империей Пишет Так О Еврейском Народе На Них Обрушились Многие Страдания Потому Что Они Были Самым Грешным Народом И Хотя Они Виновны Во Многих Грехах Жестокое Наказание Постигло Их Не за Них А за То Что Они Совершили Против Нашего Иисуса Итак Это То Что Предшествовало В тому Времени Когда Христианская Церковь Стала Официально Сначала Разрешенной А через Некоторое Время Единственно Принятой В Римской Империи Уже Император Константин Который Созвал Никейский Собор На котором Было Много Чего Постановлен 325 Год Писал Значит Прилатыванное Собравшимся На этом Соборе Уже Была Определенная Организация Христианства Пусть Не будет Ничего Общего У нас С евреями Которые На самом Деле Наши Враги Надо Чтобы У нас Не осталось Ничего Общего С этими Изменниками Убийцами Нашего Господа Четвертый Век Новой Эры Значит Значит Но Чемпионом Вот Этой Ненависти Был Иоанн Златоуст Иоанн Златоуст Жил В 347 По 407 Годы Новой Эры То есть Еще Тогда Когда Вопрос О Христианстве Как единственно Допустимой Веры В общем Он обсуждался Окончательное Решение Было Принято Императором Феодосием По-моему В 438 Вот Значит Вот Что Он написал 8 писем Против Евреев Это В высшей степени Почитаемый Святой В католической Церкви Православной В англиканской Столб Христианства Синагога Есть Не только Есть Только Непотребный Не только Непотребный Дом И театр Но и Вертеп Разбойников И Логовище Зверей Вертеп Не просто Зверя Но зверя Нечистого Там Не поклоняются Богу Нет Там Место Идолослужения Как Животные Когда Пользуются Обильным Кормом Разжрев Делается Буйными И неукротимыми Далее Идет Цитата Я не буду Приводить Из Еврейских Пророков Не допускают К себе Ни Ерма Ни Узды Ни руки Возничего Так иудейский Народ От опьянения И пресыщения Низвергшись В крайнее Нечестие Заскакал Не взяв На себя Иго Христова И не повлек Плуга Евангельского Учения А такие Животные Будуч Негодны Для работы Годны Годны Бывают Для Заклания Это Случилось И с иудеями Сделав Себя Негодными Для работы Они Стали Годными Для Заклания Значит Ну Дальше Я Перейду Уже Конкретной Борьбе Религиозных И светских Властителей Христианского Мира Против Иудаизма Буду Говорить Бегло Потому что Просто Нет Времени Да и Все Это Можно Прочесть Опять же Я В свое Время Составил Большую Таблицу По векам На моем Сайте Она Есть Дело в том Что церковь Не приняла Идею Иоанна Златоуста Насчет Заклания Евреев Она считала Нужным Их Оставить В живых Дабы Их Униженное Положение Демонстрировало Правоту Истинность Христианства Это Линия Так сказать Церкви Католической Православной Любой Очень Интересно Явился Зримый Символ Этого Вот Униженного Положения В целом Ряде Католических Соборов В Париже В Страсбурге В Праге Около Ворон Есть Такие Привратные Статуи Две Статуи Церковь И Синагога Церковь В Короне Синагога С повязкой На глазах И со Сломанным Копьем Я вот это Использовал На картинке Которую Сделал Для объявления Вот Значит Ну Это так сказать Декларация Мало для Серьезной борьбы И вот Начиная С 305 Года С регионального Собора В Эльвире Испания И до В общем До Средневековья То есть 15 век В общем-то Постоянно На всех Соборах Рассматривается Вопрос О Недопущении Контактов Евреев И христиан И об ограничении Прав Евреев Если первое Не противоречило Желанию Евреев Которые Не рвались К тому Чтобы заключать С христианами Браки Запрещено Есть С ними Запрещено То Ограничение Прав Было Уже Хуже Первое Ограничение Было Запрет Иметь Рабов Дело В том Что В это Время Обладение Процветало Значит Христианам Иметь Рабов Можно Евреям Нет Нельзя Даже Можно Значит Кого-то Раба Обратили В христианство Запрещено Вообще В иудаизм Вообще За обращение Христианина В иудаизм Костер Вот Костер Кому Тому Кого Обратили Или Тому Кто Обратили Обоих Обоих Это было В Санкт-Петербурге Во времена Царствования Англиана Капитан Капитан Возницын И еврея Борухлейпов Вот Ну естественно Запрет занимать Должности Какие бы то ни было В Америке У евреев Были черные рабы Ну разумеется Были Так это Все-таки Христианские Доминуты Так это Какое время Яша И как в Америке Католичество Было Ругательное Начало Первого Тысячелетия Трехсотый Значит Дело в том Что евреи Активно Занимались Работорговой Они Везли Рабов Из Восточной Европы В основном Из славянских Земель Более того Собственно Само Название Славяне Оно От него Пошло Европейское Английское Слейф Рабы Дело в том Что славяне Жили очень Бедно Во-первых Для них Это был Доход Детишки Мерли Не только У славян В скандинавских Летописях Описывается Что детишек В голодные годы Просто Вывозят в лес Чтобы они там Мерли А тут можно Продать Нет А как Рабами Становились Сами Сами Шли Чтобы продавали Да Папа Продает Сыночка Или дочку Кроме этого Славяне Постоянные Славянские Племена Между собой Воевали С другими Воевали Были Пленные Что с ними делать Кормить Самим Нечего Жрать А вот Продать Это Да Можно Вот Что что Это Примерно 9-11 Век Да Вот Значит При этом Очень интересно Что Особенно Хорошим Рынком Была Мусульманская Испания Дело в том Что завоевавшие Ее арабы Сами Воевать Не хотели Они Предпочитали Заниматься Торговлей Науками Искусствами Одержали Наемные Армии Но об этом Вот я буду Говорить В следующей Лекции О евреях Под властью Мусульман Значит Почему надо Было На каждом Соборе Иногда Два раза В век Повторять Что нельзя Евреям И христианам Вместе Есть Там Мыться В бане И прочее И прочее Потому что Не соблюдалось Законы Были Но Светские Властители Не соблюдали Если Им Нужен Был Грамотный Дипломат Например Карлу Великому Пославшему Гаруна Аль-Рашида Еврея Ицак Или Какой-то Так сказать Торговый Человек Естественно Они Использовали Еврея Вот Ну Церкви Это Очень Не нравилось И Когда Вот Собор В Париже В 846 Году Потребовал От императора Ратификации Антиеврейских Законов Император Отказался То Значит Постановления Этого Собора Были Включены В сборник Канонических Правил С оговоркой Что Они Будут Проведены В Жизнь Когда Светские Власти Будут Готовы Подчиниться Церковному Руководству Значит Особенно Интерес Представляет Жизнь Современную Турцию Иудею Египет Северную Африку Испания В общем Прокиталью Южную Практически Все Среди Грецию Конечно Вот Ну и жили Там Евреи И С ними Надо вообще Что-то Было Делать Я Натолкнулся На очень Интересную Работу В интернете Некоего Человека По фамилии Хазанов Который Говорит О совершенно Парадоксальной Ситуации В Византии В Византии Неоднократно Издавались Государственные Дикты Предписывающие Евреям Обязательное Крещение И Вместе С ним В ней Всегда Сохранялось Значительное Еврейское Население Слово Так сказать Там Велись Бурные Дискуссии Между Разными Христианскими Сектами Было Много Самым Страшным Обвинением Было Обвинение В Еврействе Но Тем Не Менее Этих Самых Сектантов Победив Убивали А Евреи Продолжали Жить Вот Да Был бытовой Ансимитизм Но Погромы Массовые Убийства Являли Являли Собой Скорее Исключение В отличие От Западной Европы Евреям Полностью Запрещалось Участие В общественной Государственной Деятельности И тем Не Менее Они Иногда Оказывали Важное Воздействие На Судьбы Империи И отдельных Императоров Торгово-ремесленная Деятельность Евреев Составляла Достаточно Сильную Конкуренцию Христиан Но Практических Попыток Ее Ограничить Почти Не Было Вот Тут Хазанов Немножко Так Скать Преувеличить У нас Есть Свидетельство Современника Вениамина Из Туделлы Который Приехав В Константинополь Пишет Что Очень Много Евреев Живут Они Отдельно Им Отведен Особый Участок Огороженный На котором Живут Евреи Караимы Между Которыми Тоже Есть Перегородка Не Смешивается Занимаются Они Крашением И Накопили Большие Богатства Но Выехать В Константинополь Они Могут Только По Торговым Телам Просто Так Нет Значит Ездить Верхом Им Запрещено За Исключением Соломона Египетского Личного Врача Императора Мануила Комнина Вот так И Далее Сообщается Что Вообще Значит Неподалеку От них Живут Кожевеники Христиане Которые Всячески Пакостят Евреям Выливая Кожевенные Воды Кожевенные Воды Используются Для Дубления Кожи Используются Моча В основном Вот К воротам Евреев Ну В общем Это Все-таки По сравнению С погромами Не самое Страшное Значит Вот Начиная С Феодосия Второго Благочестивого Был очень Благочестивый Ему Кстати Принадлежит Не только Антиеврейские Законы Но ему Принадлежит Уничтожение Большинства Оставшихся Языческих Храмов В том числе Полностью Был срыт С лица земли Храм Асклепия Действовавшая В Греции Вот На одно время Ну с этим он открыл Университет В Константинополе Не думайте Что там Тупой фанатик Благочестивый Вот Ну Второй Великий Император Это конечно Юстиниан Кодекс Юстиниана Основа Многих Современных Ну не современных Но Европейских Кодексов Он Значит Ко всем Антиеврейским Законам Феодосия Добавил Запрет Иудеям Жить В Северной Африке Запрет Чтения Тары Или Любой Другой Книги На Иврите В Синагоге Вместо Чего Предписывалось Пользоваться Греческим Переводом Септуагентой Запрет Произнесения Шма Запрет Изучения Мишны И так далее А что можно Что Можно прийти В Синагогу Молиться По-гречески Синагога Должна быть Одна На город Не больше И прочее И прочее Но пикантная Ситуация Заключается В том Что сил У империи На это не было Приходилось Воевать Все время С севера Перли Варвара И поэтому Именно В это время Расцвет Строительства Особенно Красивых Синагог В Иудели Бейтальфа Тверия Бейтшан Ципори То есть Понимаете Вот Суть Этой Кстати Политики Византии Это тоже Хазанов Определяет Как Традиционную Ловушку Бюрократических Систем Издание Законов Значительно Более Легкое Дело Чем Проведение И В Жизни Но Тем не менее Вот В 632 Году Император Ираклей Издал Эдикт О принудительном Крещении Иудеев Всей империи У него Надо сказать Были веские Основания Было Постоянно Шли Византийско Персидские Войны Ислам Уже Поднимался Подло Вот И Персия Одно время Даже захватила Иудею Что приветствовалось Евреям Потому что Византийцами Жилось Нехорошо Вот Так что Он решил Для блага Так сказать Государства И религии Провести Принудительное Крещение Ну опять Таки Вот тут Вы совершенно Правы Яша Через Несколько лет После Издания Эдикта Арабы Захватили Сирию Палестину И Египет Причем Местное Население Как Еврейское Так И христианское Было Много Сектантов Имевшее Свои счеты С Константинополем Сопротивлялось Весьма Пассивно Надо Естественно Понимать Что Рабы Вовсе Не стремились Спастись Спасти Евреев От крещения Они Так сказать Шли Своим Путем Ну Так сказать В качестве Побочного Эффекта Вот Ну и В общем-то Даже в самом Константинополе Эдикт не Осуществлялся Сил Не было Вот Формально Он никогда Никогда Не был Отменен Но Действие Не проводился Значит В 708 веке Император Лев Третий Тоже Попытался Осуществить Пренасильственное Крещение Евреев Тоже Не прошло Интересно Что Кое-что Делалось По крайней мере В Константинополе Эдикт Был О насильственном Крещении Евреев И монтонистов Это христианская Сектра Значит Монтонисты Шли на Смертную Кастю Евреи Мирно Крестились Но Как пишут Летописцы Относились К этому Нехорошо И Идя в церковь Чтобы принять Святое Причастие Кровь Христову Что полагается Дотощак Нажирались Кошерной Пищей Вот Значит Очень мощная Попытка Была предпринята Василием Первым В 867 В 886 Год Надо сказать Что к тому Времени В оставшейся Незахваченной Арабами В Византии Было довольно много Это Греция Турция Армения Было порядка 100 тысяч евреев И вот Василий Первый Который был Очень Так сказать Незаурядный Император Снователь Македонской Династии И Любимец Современных Русских Православных Священников К телевизору Была прекрасная Передача Конец Империи Где Ему Такие Гимны Пелись Что просто Кстати Программа Составленная Личным Духовником Путина Вот Значит Это была Личность Очень Незаурядная Он Наконец Справился С болгарской Опасностью Было мощное Болгарское Царство Исповедовавшее Несколько Другой Вариант Христианства Павликианства С ним Простоянно Шли Войны Василий Первый Разбил их На голову Захватил Пленных Пишется Что Десять тысяч Разбил их На десятки В каждой Десятки Девять Человек Ослепил Десятому Выколол Один Глаз И всю Эту Толпу Отправил Обратно В Болгарию И когда Они Пришли Кто Следевший На это Болгарский Царь Самуил Получил Инфаркт Так что Видите Он был Человек Решительный Серьезный Человек Вот Вот Но С евреями Он решил Начать С диспутов Где Он считал Что вот Евреям Станет Очевидно Их Неправота И увидев Свет Христианства Они будут Креститься Не Сработало Тогда Василий Первый Круг был Мудрым Правителем Сказал Что Те Кто Соглав Крестятся Тем Будут Предоставлены Должности Освобождение От налогов И разного Рода Награды Тоже Не сработало Ну После Этого Наконец Был Издан Эдикт Об Об Обязательном И Насильственном Крещении Евреев Отказывающих Креститься Обращали В рабство Особо Упорствующих Помещали В прессы Для приготовления Оливкового Масла Надеюсь Вы видели И так сказать В буквальном Смысле Выдавливали Переход В христианство Во всяком случае Когда Василий Первый Помер То Еврейский Летопист Одиннадцатого Века О нем Уже Пишет В Южной Италии Солнце Луна Померкли На Двадцать Пять Лет До Его Смерти Будь Проклят Его Конец Ну При сыне Его Немножко Еще Политика Продолжалась Но Тоже Выдохлась И И последняя Попытка Значит Осуществлена Была Уже В десятом Веке При императоре Тоже Македонской Династии Романе Первом Лекопине Который Издал Декрет Об обязательном Крещении Евреев Изантийской Империи И вот тут Происходят Первые Погромы Византийской Империи В Бори В Атранто Это В общем-то Все Италия Она была Колония Византии Еврейских Источниках Роман Первый Просто Называется Злодеем Но Он Вообще Был Более Мягок Чем Василий Время Разрешалось Эмигрировать Тогда Поток Евреев Потек В Хазари Кстати Вот Ну а часть В Халифат Уже В Халифат Абасидский Ну и Когда Роман Лекопин Помер То Его Наследник Его Зять Ему Наследовал Муж И его Дочери Отменил Все эти Эдикты После того Как Предполагают Нет Доказательств К нему Обратились Одновременно Хазарские Дипломаты Объяснившие Что у них В Хазаре Много Христиан Им Все Разрешается И хорошо Чтобы у вас Так же Было С Евреями А Хазар Хиганат Был Тогда Еще Достаточно Силь Вот А с С другой стороны Пришло Письмо От Физдаин Шапрута Всесильного Визера Министра Фактически Так сказать Первого Министра Кордовского Халифата Который Значит Тоже Объяснял Как у них Хорошо В Кордовском Халифате Живут Христиане И просил Императрицу Он обращался Именно К ней Она Так сказать Наследница Императора Чтобы Благосклонно Взять Под свое Крыло Евреев И защитить Ну Это Византия Так сказать Наследница Культурная Наследница Римской Империи Вот Про которых Еще Даже Второй Четверти Пишется Что Византийцы Терпят Большое Количество Евреев В своей Империи Ну А вот То Что я Цитировал Дениамина Иштуделла Это Вообще Тринадцатый Вет Вот Значит Это Византия В Западной Европе Ситуация Бландесской Иной Хочу напомнить Что Западная Европа Тогда Подверглась Нашествию Варваров Римская Империя Была Разрушена На ее Облоках Возникали Варварские Государства Франков Вандалов Остготов Вестготов И прочее И прочее И прочее Эти варвары Естественно Были язычниками У нее были Свои боги Но Они Довольно Быстро Становились Христианами Почему Есть целый ряд Соображений В общем Для Людей Организовывающих Государства И использовавших Потому что В общем-то Они не истребляли Всех поданных Римской империи Становились Их поданными Было удобнее Быть христианом Вот Ну и не говоря Уже о том Что Права Христианского Государя Значительно Шире Чем Права Языческого Вождя Вот Причем Значит Они принимали Не обязательно Католичество Очень искусственно Было Арианство Вот пока Они были Язычниками И пока Они Были Арианами Евреям Можно было Жить По мере Их Воцерквления Евреям Становилось Значительно Хуже Наглядный Пример Вестготское Королевство В Испании Это было Мощное Королевство Хочу Напомнить Наложниц Дети Дети От уже Существующих Браков И связей Должны Были Креститься Значит Евреи Не желавшие Принять Крещение Обязывались Впредь Платить Особый Еврейский Налог Я-то просто По времени Даю Разврещалось Заниматься Заграничной Торговлей Вступать В сделки С христианами Ну и Наконец Значит Хрононасильственное Крещение Это уже 694 год Евреи Не пожелавшие Креститься Должны были Лишиться Имущества И продаваться В рабство У них должны были Отбираться Дети Чтобы воспитываться Христианами Это 694 год А в 711 году В Испании Вторгается Небольшой Отряд Арабов Иберберов Всего 7000 человек Которые Разбивают Рыцарское Войско Везлёдского Королевства Дрыск Что? Тарик Не понял? Тарик Да Джабель Аль-Тарик Сюда А какая Причина Была Вообще Для воин Тогда Причин Не искали Они были приглашены Корожом Они были Там была Очень сложная Интрига Феодалы Были очень Недовольны Этим Королём Он умудрился Ещё Изнасиловать Дочку Одного Из них Там много Чего Рассказывается Если Вообще Брать Разные Теории То Сейчас Очень Одна Теория Что Сволочи Евреи Пригласили Арам Вот Значит Ну Приглашали Они Или нет Я не знаю Не думаю Что Арам Было Нужно Приглашение Как В основном Извиненные Брата Отдали Для того Чтобы Солдать Справиться С братом Соплотившим Да Значит Вот Но Факт Остаётся Фактом Что Евреи Испании Было довольно Много Были таким Образом Спасены От крещения Вот Они С арабами Быстро Нашли Общий Язык Даже Несли Гарнизонную Службу Кое-где Подавляли Будды Христиан В общем Так сказать Активно Участвовали И было Достаточно Интенсивное Возвращение Насильно Крещенных Евреев В Иудаизм В том числе Там Один из Высших Сановников Церкви Ну а Что было На территории Древней Руси Ну как Вы знаете Значит Рюрик Затем Затем Был Князем Игорь Правил Ималек И так далее И все Были Язычниками Святослав Вот И даже Сын Крест-христианки Ольги Святослав Тоже Был Язычником Вопрос Вопрос А евреев А евреев Тогда жили На территории Киевской Руси Есть прекрасная Книжка На эту тему С доказательными Документами Вот Но Никого они не Интересовали И живут И живут Вот Ну это Это уже Так сказать Это уже Разные Игры Вот Нет Есть Есть целый ряд Документов Потому что Они жили Широко Торговали Говорили На Кнаанейском Языке То есть На славянском Некий Еврей Из Кнаанской Земли Почему Называли Кнаанской Потому что Продают Своих детей В рабство Вот В Салонике Приехал Там По еврейским Делам Собирать деньги Для выкупа Брата У Разбойника Вот Ну было письмо У него Письмо есть На еврейке Вот оно Это как раз Есть Вот Но Владимир Святой Принимает Христианство И Вот Первый Русский Митрополит До этого Были Греческие Иларион Пишет Слово О законе И благодати Это Ростов Русской Литературы О нем Пишут Все с восторгом Лихачев Писал Что оно Оказало Огромное Влияние На развитие Русской Литературы Действительно Она очень Сильно Написана Вот Полное Его название О законе Через Моисея Данном И о благодати И истине Через Иисуса Христа Явленной И как закон Отошел О благодати Истина Всю землю Наполнили И веры На все народы Распространились И до нашего народа Русского Дошла И похвала Кагану Нашему Владимиру Которому Мы были Крещены И молитва К Богу От всей земли Нашей Значит Такой заголовок Да Длинный Ну что делать Прямо все Согрешание Да Нет Не все Потому что В этом труде Объясняется Что Значит Вот Христиане Они Подобны Первому Сыну Авраама Ицхаку Рожденному От законной Жены В то время Как евреи Подобны Измаилу Рожденному От Рабыни Вот А далее Там очень Так сказать Вот Интересное Не вливают По словам Господним То есть Евангелие Опять же Вина учения Нового Благодатного В мехи Ветхие Обветшавшие В иудейство Прорываются Мехи И вино Вытекает Не сумевшие Удержать Тени Закона Столько раз Поклонявшиеся Идолам Как удержат Учение Истинной Благодати Но Но Новое Учение В новые Мехи Новые Народы Изберегаются И то и другое Ибо Вера Благодатная По всей земле Распространилась И до нашего Народа Русского Дошла А Законническое Озеро Высохла Ну и так далее Вот это Впервые Противопоставляется Закон И благодать Ну закон Требует Знания Естественно Благодать Нет Не сходит Смышно Значит Сам Лурион Ничего Так сказать Не предлагал С евреями Делать Но Уже В 1136 Году Первый Еврейский Погром В городе Киеве Вот Он был Связан С определенными Политическими Событиями Может быть Так сказать Просто Евреи Были Побогаче Других Их Было Удобно Грабить Вот Значит Если Я уже Сказал Событием Определившим Европейскую Цивилизацию Было Вторжение Варваров Создание Национального Государства Вторым Знаковым Событием В развитии Еврейской Цивилизации Естественно Была Реформация Реформация Не только Это 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 Буз Это Цвингли Это Кальвин Это Лютер Вот Значит Что Что Кто Кто Абигойцы Нет Это Отдельная Это Отдельная Линия Которая Так сказать Кстати Абигойцы С евреями Уживались Опять же Спокойно И тогда Когда их Разбили Евреев Резали Не за то Что они Евреи А на Общих Основаниях Более того Французский Полковой Эст Монфор Запросил Папский Престол Что вообще Делать Кого Резать А кого Нет Как Различить Еретика Католика Было Сказано Режь всех Бог Разберется Вот Так что не было Враждебности К евреям Не были Резали На Общих Основаниях Вот Значит Дело в том Что реформация Была связана С многочисленными Накопившимися Претензиями К католической Церкви К ее Продажности К ее Развращенности И в том Числе К ее Главному Требованию Нет Двум Требованием Нет Спасения Вне Церкви И Запрет На учение Миряна Все Реформаторы Были Людьми Учеными Их часто Называют Гуманистами Часто Знающими Еврид Это был Период Рождения Европейской Западноевропейской Гебраистики И В общем Библия Из книги Практически Запрещенной Для Миряна Становится Настольной Книгой Всех Вот этих Литеран Кальвинистов И прочее К которой Вписывается Рождение Детей Семейные События Ее Читают Переводят И переводят Вот так сказать С переводами Это собственность Я скажу Вот это Но еще до переводов Значит И Это естественно Вызвало Бешеные атаки Католической церкви Подкоп Под ее основу Вот И В чем она Обвинила Ну естественно В иудаизации Христианства Изучать Вот Значит Это Как и прочее Обвинение Было Достаточно Ложным Дело В том Что Вот Первые Реформисты Это Гуситы Табориты А Деятельность Яна Гуса Пражские Евреи Некоторые Из них Не раввины Встретили С восторгом Там были Даже Написаны Гимны В честь Гуситского Движения Неким Евреям Раввины Не одобрели Это вмешательство В христианские Дела И были Правы Значит Табориты Это Так сказать Наиболее Радикальная Секта Гуситов Они Решали Проблему Просто Они шли Войском И всех Католиков Резали И вот Сохватили Они город Комутау Сейчас Хомутов Это на территории Нынешней Чехии Абогемия Католиков Они Перерезали Сразу А евреям Сказали Что мы Понимаем Что мы Конечно Не могли Перейти В эту Отвратительную Католическую Веру Но в нашу Евреи Почему-то Отказались И были Сожжены Значит Вот это Вот Довольно Распространенное Мнение Что Реформисты Лучше Относились К евреям Но Мягко говоря Не совсем Верно Между собой Очень круто Велись В начале Лучше Потом Нет И в начале Тоже Нет Гусицы Это начало Нет Предлагали Креститься Разумеется Вот Значит Единственное Исключение Это связано Совершенно Особыми Политическими И религиозными Аспектами Это Нидерланды Но это Во-первых Уже 16-17 Век И Желающие Опять же Отправляю Есть В интернете Моя работа Моше бен Израиль Где Я там Довольно Подробно Рассмотрел Во всей Остальной Европе Было Не так Значит В 1516 Году Вся Европа Говорила О конфликте Между Вызванным Публикацией Труда Крещеного Еврея Феферкорна Мясника Под профессией Который Не более Не менее Требовал Отобрать Еврея В Талмуд А так и на Талмуд Были и до того И сжигать Отобрать Отобрать Уничтожить Да Чтобы значит Потому что По его мнению Он так сказать Благозелателен был Еврея Что вот Ежели у них Талмуд отобрать То они поймут И станут Крестьян Все зло В нем Его поддерживал Не более Не менее Как орден Монахов Доминиканцев Ну вообще Это честь Святого Доминика Но обычно Это Перефразировалось Доминиканец Псы Господни Вот То есть Наиболее Ярые Квизиторы Все Доминиканцы Вот На защиту Талмуда Встал Весь цвет Европейского Гуманизма Разм Роттердамский Ханес Рейхлин Ульрих Фангутт При этом Каждый из них Выступая На защиту Талмуда Начинал С того Что Этот Сволочь Еврей Типичный Представитель Своего Отвратительного Народа То есть Для начала Слово Такое Предисловие Было Здравия Евреев И поэтому Я вот Вынес На это Объявление Слова Эразма А нет Не вынес В другом Если Слова Эразма Роттердамского Что Если Свидетельством Христианства Истинного Христианства Является Ненависть К евреям То все Мы Истинные Христианства Вот Значит У меня Какого-то Дружественного Нет Отношения Они Исходили Из Во-первых Они исходили Из своих Интересов Им было Очень Интересно Изучать Все эти Книги В это Время Начинается Огромный Интерес К Талмуду И особенно К Кабале К Кабалу Они просто Пёрли Как фраеры На букет И далее Позже Вот Значит Столб Реформации Отец Лютеранской Церкви Мартин Лютер Это Самая Большая Из Реформистских Церквей Сейчас 77 Миллионов Человек Вот Ну Вначале Он тоже Так Выражался В том Смысле Что Будь он Евреем И Наблюдая Ужасы Католической Церкви Он Конечно Не стал Крестиниц Но Довольно Быстро Осознал Почему Очень Интересные Дискуссии Ведутся Самые Разные Они говорят Что его Напугали Обвинения Выводы Из ации Христианцев Что будто бы До него Доходили Какие-то Слухи Что его Сторонники Делают Обрезания На что Возмущенный Лютеран Он был Очень резкий Человек Человек Несомненно Гениальный Вне всякого Сомнения И несомненно Не совсем Нормальный Как большинство Гения Сказал Что обрезаться Да я лучше Тичку У своей Катьки Отрежу Это его жена Бывшая Монахиня Вот То он Так сказать Не принял Другие говорят Что его Где-то Отравили Кошерной Пищей Ну в общем Там много Всякого Я думаю Рассчитывал На поддержку Евреев В борьбе Нет Не рассчитывал Не нужно ему Было Человек Которого Поддерживал Курфюр Саксонский Напомните Смышлен И Вот И не только Он Против Католической Было Противостояние Немец 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 Князей И католической Церкви Начавшаяся Со времен Фридриха Великого Тут не надо Евреев Политика Что? Политика Ну разумеется Вот Значит И вот он Публикует Я не буду входить Во все тонкости Кстати Библию он перевел Севритон Немецкий И это По мнению Всех Немецких Литературоведов Это сыграло Огромную роль В развитии Немецкой Литературы Он был незаурядным Лингвистом Вот Вот он пишет Труд Под названием О евреях И их лжи Опубликован он был В 1542 году В нем он дает Всем советов Всем Немецким Князьям Относительно Евреям Их синагоги Должны быть Сожжены Их дома Должны быть Разрушены У них Должны быть Отобраны Их молитвенники И талмуд Которые Учат Поклонению Идолам Лжи Проклятиям И кощунствам Их Равинам Следует Запретить Учить Под страхом Смерти Им Следует Полностью Запретить Странствовать Им Следует Запретить Расковщичество Все деньги И ценности Должны быть Отняты У них И использованы Для добрых Дел Молодых Евреев И евреек Следует Заставить Зарабатывать Их хлеб В поте Лица Своего А если Они будут Представлять Опасность Их Следует Изгнать Навсегда Ну как вы Понимаете Это Признанный Вождь Лютеранство Не стоит Удивляться Что Гонения Против Евреев Только Усилились И вот Тут Мы Должны Обратить Внимание На одну Важную Особенность Истории Евреев Под властью Христиан Была Церковь Были Светские Правители Но был Еще Христианский Народ И хотя Можно Много раз Слышать Не приходилось Много раз Слышать Что вот Правители Такие Сволочи Народ Простой Хороший Добрый Вот Скорее Наоборот Совершенно Верно Значит Дело В том Что Антиевдийская Пропаганда Духовных Лидеров Христианства Вступила В противоречие С Их Собственными Декларациями О Необходимости Сохранения Евреев Чтобы Их Униженное Положение И так Далее Народ Это Плохо Понимал Они Они Видели Евреев Не находили Что их Положение Такое Уши Ниженное А сплошь И рядом Лучше Чем у них Христиан И Стремились Их убивать И грабить Ну и Насиловать По По Ходу Пьесы Значит Предлоги Самые Распространенные Это Конечно Кровавый Давид То есть Обвинение Евреев В Использовании Христианской Крови В Религиозных Целях Как Относилась К этому Церковь Резко Отрицательно Папа Иннокентий Четвертый В 1247 Году Обратился К прилатам Германии И Франции С требованием Прекратить Обвинение Евреев И Арабов В Использовании Христианской Крови В ритуальных Целях И Арабов Ну Папа Григорий X 1277 76 Год Осуждал Арест Евреев По Подозрению В Использовании Христианской Крови Евреев И Поставил Перед Ним Вопрос Допускают Ли Библия И Талмуд Использование Крови В ритуальных Целках Комиссия Все 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 Не Действует Погромы Продолжались Потоком Они Идут Убийства И Прочее Прочее По всей Европе К ним Добавляются Еще разнообразные Изгнания Евреи Евреи Первое Изгнание Из Англии 1290 Год Франция Два раза В 14 Веке Саксония 14 Век Венгрия 14 Век Страсбург 14 Век Фальц 14 Век Австрия 15 Век Фрайбург И Цюрих 15 Век Кельн 15 Век Бреслау 15 Век Испания 15 Молдова 16 Век Вена 17 Век Российская Империя 18 Век Богемия 18 Век Ну и так далее С изгнаниями Вообще Получалось Очень интересно Значит Европа Феодальная Раздробленная Поэтому Евреи Очень Приноровились Перебегать Из одного Места В другое Откуда их Так сказать Из одного Правителя К другому Кроме того Иногда Правители Сами Их Приглашали Например Из города Майнца Евреев Изгоняли Четыре Раза За 50 лет Вот И Эта Ситуация Нашла Нашла Отражение В совершенно Очаровательной Иллюстрации В еврейском Молитве Ники Изданном Ну я пущу Просто Посмотрите В 15 1500 Году Где Ники Охотник Трубя в рог Загоняет Собаками Зайцев В сеть А сеть Дырявая И зайцы Переходят На другую Сторону И еще Нагло Оглядываются На Ника Значит Окончательные Знания Были По сути Дело Только Из Англии И Испании Ну Испания Это совершенно Особ статья Тот Страх Перед Евреями Который Был В Испании Он был Особенно Свирев Дело в том Что там Даже Обращенных Христианства Евреев А их было Много Считается Что Примерно Половина Испанского Еврейства Вообще Была Огромная Еврейская Община Была Обращена Приняла Христианство Им Не Разрешалось Занимать Какие-то Должности В колониях И вообще Ехать В колонии Им Не Разрешалось Занимать Какие Быто Нибло Должности Связанные С Церковью Это Уже Так С В Шестнадцатом Последующих Веках По Поводу Чего В Ватикане Мило Шутили Что В Испании Иисус Христос Не получил бы Должности Дворника При церкви Вот Плюс К этому Были Заведены Так называемая Зеленая Книга Зеленые Книги Где Сообщалось У кого Из Христиан Имеется Еврейская Кровь И Карьера Такого Христианина Была Под сомнением Там есть Сохранились Документы Где Некий Епископ Объясняет Своему Племяннику Что тут Должен Сделать Чтоб Доказать Ни-ни-ни Еврейская Кровь была Например Святая Тереза Была Внучкой Еврея Вот Но это Раньше Вот После В общем Как бы Там Не было Изгнания Продолжались Ну и Помимо Перебегания Из места В место Евреи Двинулись На восток В Польшу Точнее В польское Королевство Которое Тогда Включ Степенно Расширилось И стало Польско-Литовским С Белоруссией С Украиной В общем Так сказать Мы их приглашали Это не просто Так Сложный вопрос Есть Легенды Но В общем Достоверная Есть Хартия Князя Болеслава Благочестивого Которого Еще не было Тогда Польского Королевства Который Пожаловал Евреям Хартию Где Гарантировалась Неприкосновенность Личности И имущества Свобода Передвижения И право Судопроизводства Во внутренних Делах Эта Хартия Была Подтверждена Объединителем Польши Казимиром Великим В 1334 Году И вот Уже Двумя Веками Позже Более Чем Двумя Веками В 1565 Году Папский Легат Комендони Писал О Польше В этих Местах Можно Встретить Большое Количество Евреев Которые Не сталкиваются С презрением Как в других Местах Они Владеют Землей Занимаются Коммерцией Изучают Медицину И астрономию Они Владеют Большими Богатствами И не Только Входят В число Достойных Людей Но Иногда Даже Занимают Среди них Доминирующие Позиции Они Не Носят Никаких Отличительных Знаков Им Даже Разрешается Иметь При себе Оружие Вот Именно В этих Местах Еврейство Подверглось Самому Страшному За историю Диаспоры Средневекового Бедствия Это Хмельничина И Последующая Примерно 150 лет Калиевщина Это было В какой-то Мере Связано С тем Что Восточные Земли Это были Так сказать Латифундии Богатых Польских Панов И Жить Там Им Совершенно Не Хотелось Этой Дикой Местности Управляли Ей Евреи Арендаторы Вот Которые Обязаны Были Обеспечивать Соответствующий Доход И Как пишет Один Польский Шляхтич Мы Обдирали Крестьян Когтями Евреев Соответственно Отношение Крестьян Можно Представить Плюс К этому Была Бешенная Борьба Между Католической Польской Церкви И Православной Церквью Которую Так сказать Православие Которую Исповедовали Жители Этих Восточных Земель Все Это Приводило К Несколько Такой Взрыво Опасной Ситуации И Взрыв Произошел В 1548 Году 1648 Мельницкий Поднимает Восстание Под лозунгом Защиты Православия От католиков И евреев И Вот тут Значит Он издает Манифесты И Войска Его действуют В соответствии С этими Манифестами Ну Там Не прописано Что надо Делать Устреблять Конечно Надо Эти Отвратительную Жену Но Казаки Делают Это Совершенно Фантастическим Изуверством Которому Нет Пожалуй Аналогий Во всей Европе Массовых Таких Как пишет Натан Из Ганновера Который Бежал Оттуда Через 5 лет Написал книгу Он пишет Что Грудных младенцев Резали на руках Матерей Разрывая их На части Как рыб Вспарывали Животы Беременным Женщин Вытаскивали Младенца И били им По лицу Матери Другим Клали в живот Живую кошку Заживали его И отрубали руки Чтобы они не могли Вынуть кошку И так далее И так далее То есть Будет совершенно Фантастическое Изуверство Вот пишут Русские Историки Приводят Эти все Так сказать Сомнений В этом нет Оттуда 300 тысяч Евреев Уничтожено Очень разные Цифры Приводятся От 40 тысяч До 300 тысяч В общем Это было Бальмассовое Уничтожение Евреев Огромное количество Евреев Пута Продано В рабство Это очень Интересный Феномен Значит Войсках Мельницкого Стояли из Казаков И примкнувших Им к русских Татар Войска Тугайбея Так вот Когда какой-нибудь Город Осаждался С одной стороны Казаками А с другой стороны Татарами Они предпочитали Не смешиваться То евреи Быстренько Перебегали К татарам В рабство Продавали Да Там просто Продавали В рабство А уже В это время В Стамбуле Была организована Комиссия По выкупу Евреев Из рабства Комиссия Комиссия По выкупу Евреев Из рабства Что известно В одном из местечек Где Милинский Особенно отличился Своей доблестью И Закончил Свой погром Страшный Тем Что Покончив Со старшим Населением Всю молодежь Согнал в синагогу В центре И Сжег Там Зажиг Это широко Практика И вот это Местечко Имя его Чернобыль И там Где стояла Синагога Стоял Четвертый блок Ну в общем Объяснить это Зверство Рационально Нельзя Но Значит Иногда Начинает Говорить Что Ну это Вообще Были Так сказать Озлобленные Люди А вот Сам Кмельницкий Был Не таким Это Не так О подходе Самого Кмельницкого Очень Наглядно Говорят Два Факта Первый Он Осадил Город Львов Большой Город Где Было Много Ивреев Он Пишет Магистрату Евреи Как Враги Христа И Всех Христиан Должны Быть Выданы Нам Со Всем Их Имуществом С женами И Детьми Ну Львовский Магистрат Предпочел Откупиться Но Само По себе Это требование Очень Показательное Именно Ивреи Далее После того Как поляки Так сказать Несколько Остановили Это Бедствие Разбив Войска Хмельницкого Заключен Сборовский Мир Между Хмельницким И польским Королем Яном Казимировым Это Август 1649 Седьмой Пункт Этого Мирного Соглашения Звучит Так Жиды Державцами То есть Управляющими Арендаторами Они Мешканцами Жителями Не Мают Быти То есть Запрет Евреям На пребывание В Автономии Которая Находится Под Властью Хмельницкого Значит Переходя Как сказать Заключение Я хотел бы Обратить Ваше Внимание На то Что Попытки Рационального Объяснения Христианской Юдофобии Они Не Выдерживают Критики Это Действительно Настоящая Фобия Со Всеми Его Так Сказ Ее Особенностями Отсюда Изобретение Нелепых Обвинений В колдовстве Отравлении Колодцев Распространение Чумы Вызывание Землетрясения Урагана Все было Вот И Это Наверное Источник Вот Особого Изуверства Христианских Погромщиков Причем Ненависть Страх Пересиливают Политические Экономические Соображения Но Что Особенно Важно Что Вот Эта Иррациональная Юдофобия Перешла Из Века Веры В наш Век Век Знания Я Не случайно Вынес На Объявление Большую Цитату Из Павла Значит Павел Флоренский Православный Священник Живший В 1882 По 1907 Год Расстрелян Расстрелян И мученик Правда Еще не Канонизированный Называемый Мучеником Человек Гигантских Знать Человек Которого Называют Универсальным Гением Паскаль Нашего Времени Русский Лейбнец Леонардо Да Винчи 20 Века Самый Светоносный Представитель Русской Духовной Жизни И так далее И так далее Он был Страстным Поклонником Средневеков И он считал Что это было Время Наиболее Богатого Духовного Развития Наиболее Христианского Православный Священник Гуманизм Вытик Из кабалы Жиды Всегда Поворачивались К нам Арийцам Тою стороной На которую Мы По безрелигиозности Своей Всегда Были Патки И затем Извлекали Выгоды Из такого Они Учили Нас Что все Люди Равны Для того Чтобы Сесть Нам На шею Ну и так далее И так далее Еврейство Не нося Этого Имени Внедряется Все глубже В массу Человечества Секрет Иудейства В том Что есть Чисто Иудейское Чистокровное А около него С неимоверной Быстротой Иудеизирующая Шелуха Против Прочих Народов Теперь Нет ни одного Народа Совершенно Свободного От Еврейской Крови И есть Еврейство С абсолютно Несмешанной Кровью И вот Каждый Народ С каждым Годом Увеличивает Процент Еврейской Крови То есть Разжижается В своей Самобытности И рано Или поздно Процент Еврейской Крови У всех Народов Станет Столь Значительным Что эта Кровь Окончательно Заглушит Всякую Иную Кровь Съест ее Как кислота Съедает Красу Но что с ними Евреями Делать Они Размножаются Быстрее Нас Против Есть Только Одно Средство Оскопление Всех Евреев То есть Средство Которое Применить Можно Только При нашем Отречении От Христианства Однако Христианину Дозволено И даже Приказано Богом Колотить Израиля От нас Бог хочет Чтобы мы Уклачивали Жидовство Из Израиля От Израиля Чтобы он Своим Черным Жидовством Оттенял В нашем Сознании Непорочную Белизну Церкви Свою Гнусностью Израиль Спасает Нас Научая Нас Ценить Благо Нам Дарованное И мы За это Должны Колотить Израиля Чтобы он Напомнился И отстал От пошлости Отстал От пошлости Это Почтение Солоси Было Это Его Это Его Я думаю Что Да Потому Что Он Собственно Священником Это Стал При Советской Власти Эта Книга Называется Иудеи Судьба Христианства И так В общем На этом Я пожалуй Закончу Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует...